Ни информационного баннера, ни каких-либо других опознавательных знаков. Работы на территории детского сада начались, а выяснить, кто именно строит, родителям воспитанников не удается. Более того, они уверены, что строительство ведется незаконно. Ни проектов, ни разрешений, ни госэкспертиз стройка не прошла, а стройка, тем не менее, производится. Ломаются деревья, вывозится грунт, производится закладка фундамента, роется котлован. Все эти документы, они по конституции, по 24 статье, по 2 пункту должны предоставлять. Ну, как бы нам предоставили пока только разрешение Нигмадзянову на то, чтобы на проведение подготовительных работ. Очень жалко расставаться, покидать любимый дом. Эту песню пятилетний Ярослав разучивает для выпускного. Однако опасается, что с любимым детским садом расстаться придется раньше. На время строительных работ ребятишек обещали разместить по соседним детсадам. Его маму волнует то, что теперь дети лишены больших участков и вынуждены гулять посменно. Мы хотим отвоевать нашу территорию. Мы готовы терпеть, если там все по нормам сделают и все восстановят. Но ведь нам никто это не обещает, потому что это явно нарушение идет. У нас остается, если построят новый садик, у нас остается вот там только один участок из четырех. Вот уже месяц родители пишут во все возможные инстанции. Сегодня в пикет они вышли в надежде на то, что городские власти их наконец услышат. В самом детском саду к пикету тоже подготовились. Днем на двери единственного входа в детское учреждение неожиданно для родителей воспитанников вдруг возник вот такой замок. Очевидно, что гостям здесь не рады. В прокуратуре района, куда родители воспитанников также обратились с заявлением, объяснили, 305-й детский сад, исходя из существующих норм, должен занимать 5700 квадратных метров. А земля под ним почти в два раза больше. Площадь участка 9500 квадратных метров. Другими словами, новый детсад здесь вполне поместится. На данном земельном участке планируется строительство на 80 мест детского садика. Соответственно, площадь застройки там на новый садик требуется 3200 квадратных метров. Но в настоящее время запрошены сведения, проводится проверка со специалистами. Все остальные ответы на вопросы родителей в прокуратуре пообещали дать в положенный на рассмотрение заявление срок.